Утром 29 апреля Зайдет звезда последнего императора Фёдор Емельяненко И Фрэнк Мир В Гран-при Беллатор Этот поединок пройдет в рамках четвертьфинала турнира Гран-при Беллатор И уже известен полуфиналист, в котором встретится победитель этой пары В начале этого года Чел Соннен победил Куинтона Джексона И теперь ждет Фёдора Емельяненко, либо Фрэнка Мира На другой стороне сетки также известен один полуфиналист Которым стал Мэтт Митрион, последний победитель Фёдора В своем поединке четвертьфинала он одолел Роя Нельсона И теперь ждет победителя пары Райан Бейдер Мохаммед Лаваль Наверное, Митрион Митрион, да, он несколько этих, он Фёдора, это, как бы, ну и он самый такой из всех них молодой, амбициозный У него, ему еще хочется, ну, я не знаю, по возрасту, но мне кажется, у него амбиции еще есть побеждать, он хочет побеждать Остальные как-то, как-то, мотивацию потеряли На первый взгляд кажется, что у Фрэнка Мира полное преимущество Он моложе на три года, выше на восемь сантиметров, тяжелее более чем на 15 килограмм и меньше измотан боями Но последний раз в октагоне американец появлялся в марте 2016 года, а его последние победы пришлись на 2015 год, когда были повержены Тоддафи и Антонио Сильва В последних восьми поединках он потерпел шесть поражений и едва ли после двухлетнего перерыва успел вернуть свои лучшие кондиции После возобновления карьеры Федор одержал три победы и в своем последнем появлении в октагоне проиграл нокаутом Мэтту Митриону Так что оценить реальное соотношение сил весьма непросто Ну, да, мир сильный, мир вообще гребблер, он руки людям ломал, да, у него сила, и он будет ставку делать на это Потому что я не уверен в том, что он хорошо готовится, и там, он это, он, я думаю, что он полезет туда, где ему комфортно Каждому борцу комфортно в борьбе, вот, потому что, ну, почему говорю о том, что он где это Потому что я смотрю, он сейчас много комментирует на ACB, там много всяких у него проектов Поэтому я не думаю, что он сильно, сильно пашет в зале И, как бы, вообще, в принципе, зная его, что он не очень, этот, не очень дисциплинированный Он тренировался в Альбукерке, там у Грега Джексона, про него рассказываешь, что он не очень Это уже, как бы, на том уровне не очень любит трудиться Поэтому, как бы, это, ну, я думаю, что, ну, это с одной стороны А с другой стороны, с какой выйдет Федора, непонятно Мне очень нравится Франк Мир, он прекрасный партеровик И очень интересно, как раз, посмотреть Франк Мира с его партером И Федора, который перестал ездить к Столу Ну, правда, к Столу-то все ушли уже Ну, в партере шансов нет точно, а в стойке там видно будет Нет, ну, 50 на 50, наверное, конечно, да, он уже быстрый Сейчас, может быть, остановился, может быть, подготовился хорошо Он для многих остается героем, остается кумиром И, да, если он сейчас выиграет это гран-при, то он может вернуть все былые позиции Как раз это либо со счетом, либо на счете Алис То есть, все на кону поставлено? Я считаю, что да, для Федора все на кону То есть, я думаю, если в случае плохого результата Нужно будет заканчивать коллегу Фон Бумаги Федор фаворит, я думаю, наверное, все с этим согласны Я очень надеюсь, что эта подготовка реально ему поможет Он победит, и мы увидим просто мега-файты Емельяненко-Сонан Который, мне кажется, Сонан раскрутит, может раскрутить до таких высот, что это просто там в России станет главным событием в мире единоборств Но, опять же, ММА такой вид спорта Мир с Краковым, когда дрались, скучный бой, ничего не происходит Вдруг откуда-то вылетает колено И все, и у Кракопа гаснет свет в зале Конечно, этот турнир не собрал сильнейших тяжеловесов дивизиона Тем более, что половина участников это даже не тяжеловесы, а полутяжи И тем не менее, победа в этом гран-при оставит для Федора серьезное наследие Поскольку она подтвердит, что Емельяненко был лучшим бойцом своего времени Непосредственно про Фрэнка Мира все считают, что это классный борец Несомненно, классным борцом он был Но в последних пяти поединках ему лишь пару раз удалось сделать тейтдауны И это против Андрея Орловского, который никогда не отличался сильной борьбой В поединке против ярко выраженного ударника Алистара Оверима И вовсе Фрэнк Мир столкнулся с серьезными проблемами А его последняя победа удушающим или болевым приемом была достигнута очень давно В 2011 году С другой стороны, у Федора такая победа была в 2008 году Поэтому не стоит ожидать в этом поединке борьбы и партера Что нельзя делать Федору категорически Так это идти с Фрэнком Миром в размен У Мира есть нокаутирующий удар И того же Антонио Сильву он опрокинул только одним джебом Поэтому Федору следует действовать на дистанции И удерживать Мира от размена Если включать какой-то овердрайв, то делать это на последних минутах боя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok